Расширение троллейбусной линии на Борисовке – это один из масштабных проектов года. В Бендерах планируют построить участок протяженностью более полутора километров. 50 лет в ЛКСМ, Крянге и Старого – это улица, по которым пойдет электротранспорт. Как подчеркнул Роман Иванченко, открытие этой линии жители микрорайона ждут с нетерпением. У нас закуплены 83 уже опоры, то есть полный объем опор, который необходим для строительства этого участка троллейбусной линии. Оплачена контактная сеть в Российской Федерации, ждем сейчас уже поставки ее к нам. И с улучшением погоды также мы ее будем строить. Окончание работ запланировано на июле 2018 года. Я надеюсь, что у нас получится открыть этот объект немножко раньше. Сейчас в Бендерах пять троллейбусных маршрутов, в том числе один междугородний. Парк электротранспорта насчитывает 35 машин, только две единицы новые. Срок эксплуатации остальных троллейбусов как минимум в два раза превышает положенный. Стараниями коллектива им продлевается жизнь. Да, мы какие-то троллейбусы получали в качестве технической помощи, которые отъездили от 10 до 18 лет на территории Белоруссии и России. Мы полностью их разбирали, перешивали, новую проводку делали, новую обшивку, перешивали чехлы на сиденья. Все, абсолютную начинку меняли. И благодаря энтузиазму и работоспособности коллектива нам удается поддерживать троллейбусный парк в хорошем состоянии. В Террасполе подвижной состав новее. Там 16 современных машин, но там выше износ контактной сети. Бендерская моложе вдвое. Контактную сеть мы поддерживаем в хорошем состоянии, своевременно ремонтируем, проводим профилактические работы. Троллейбусы у нас также находятся в технически исправном состоянии. 22 троллейбуса у нас ежедневно выходят на линии. И есть резервные троллейбусы, которые в случае поломок также выходят на линию. В планах города расширить троллейбусную сеть. Но это требует немалых затрат. Например, чтобы закольцевать Ленинский, нужно около 12 миллионов рублей, сделать основательный ремонт дороги и построить трансформаторную подстанцию. В три раза дешевле обойдется запуск кольцевой линии на Солнечном. В этом году планируют сделать проект маршрута электротранспорта на участке 40 лет победы Мацнево-Ленинградская. Реализовать его смогут через год или даже два.